Органские операции Я предлагаю такую формулировку, как первично-операбельный рак с относительно небольшим объёмом опухоли или опухолей, позволяющим с помощью органосохраняющей операции получить приемлемый эстетический результат. Такая же формулировка касается больных с первично-операбельным или местно распространённым раком после эффективного системного лечения. Противопоказаний немного. В частности, вовлечённые края резекции после повторной эксцезии, невозможность проведения послеоперационной лучевой терапии, отёк кожи молочной железы или наличие внутрикожных сателлитов. Гистологическая оценка состояния краев резекции является ключевой характеристикой онкологической адекватности органосохраняющей операции. Не рекомендуется выполнять органосохраняющие операции в учреждениях, где не производится дистологическая оценка состояния краев резекции. При обнаружении элементов опухоли в краях резекции рекомендуется выполнение повторной операции, ререзекции или мастектомии. Под наличием опухоли по краю резекции, требующим повторного вмешательства, понимается собственно край инвазивной опухоли или её внутрипротоковый компонент, но не комплексы раковых клеток и не классический вариант долькового рака инситу. Кроме того, допустимо наличие опухоли по фасциальному краю резекции, то есть по краю капсулы молочной железы на её границе с ретромомарным пространством. По поводу ширины отступа, предложения наши основаны на результатах двух объёмных метаанализов. Первый метаанализ был основан на анализе 28 тысяч больных, и он продемонстрировал опасное повышение частоты местного рецидива при наличии опухоли в крае резекции, а также отсутствие статистически значимого снижения вероятности рецидива при увеличении ширины отступа края резекции от края опухоли от 1 мм до 2 мм и до 5 мм. Практическим выходом из такого анализа было предложение о том, что именно оптимальной оперативной тактикой является достижение отсутствия опухоли в крае резекции, а дальнейшее расширение границы резекции не показано, поскольку не снижает вероятность рецидива. Метаанализ, который был проведён в 2017 году, основывался на обновлении той же базы данных, что и первый, и включал в два раза больше данных, прослеженных в среднем около 7 лет. Он подтвердил высокую вероятность местного рецидива при позитивном крае резекции, а именно 10,3%. Кроме того, были получены статистически значимые различия по частоте местного рецидива в зависимости от ширины отступа от края опухоли. 7,2% для больных с отступом от больше нуля до двух миллиметров, 3,6% при отступе от двух до пяти миллиметров и 3,2% для отступа больше пяти миллиметров. То есть во второй своей части выводы были противоположными. И они состоят в том, что чем больше отступ, тем меньше вероятность местного рецидива, что, так сказать, на об этом уровне должно быть понятно. Но теперь это доказано и статистически значимо. Таким образом, для практики нужно признать недопустимым наличие опухоли по краю резекции и крайне желательным отступ от опухоли больше двух миллиметров. Какие варианты органно-сохраняющих операций можно проводить и рекомендуется проводить? Для опухоли относительно небольшого размера, но обычно это до двух сантиметров при молочных железах среднего или большого размера, это лампектомия и секторальная резекция. Обычные стандартные операции остаются лучшими. Они нетравматичны и элегантны. Выполнение онкопластических резекций рекомендуется в случаях относительно более крупных опухолей, когда техника лампектомии или секторальной резекции не позволяют восстановить форму железы, а также при центральном расположении опухолей и необходимости удаления сосково-аролярного комплекса вместе с опухолей. Мастектомия с первичной реконструкцией. При невозможности выполнения органно-сохраняющей операции или невозможности проведения дополнительной лучевой терапии или по выбору пациентки рекомендуется выполнение мастектомии. Мастектомия может выполняться как без реконструкции, так и с первичной реконструкции. В первичной реконструкции молочной железы рекомендована, так как она улучшает качество жизни больных и не ухудшает течение опухолевой болезни. В первичной реконструкции не рекомендована в случаях высокой вероятности проблем с заживлением рады, отодвигающих во времени начало адвивантной терапии. В случае с первичной реконструкцией мастектомия может выполняться в обычном варианте с широким исечением кожи или в варианте кожесохраняющей мастектомии или подкожной мастектомии. В последнем случае для исключения рецидива опухоли в соске рекомендуется срочное гистологическое исследование протоков молочной железы, удаляемых из-за соска, как один из первых этапов операции. При обнаружении опухолевого роста в протоках за соском не рекомендуется сохранение соска и орылы. При использовании для первичной реконструкции силиконовых имплантов следует информировать пациенток о вероятности осложнений, приводящих к утрате эстетичности на фоне проведения адвивантной химиотерапии, лучевой терапии, последовательного применения химиотерапии и лучевой терапии. Применение собственных тканей для первичной реконструкции имеет меньший процент осложнений на фоне адвивантной химиотерапии и лучевой терапии. В биопсии сигнального лимфатического узла какие можно предлагать показания? Во-первых, нулевая стадия или ТИНСИТОН0 при планируемой мастектомии. Во-вторых, Н0 при любом объёме операции на молочной железе до или после системной терапии. Н1, то есть наличие метастаза в одном, двух или трёх подмышечных лимфатических узлах, цитологически подтверждённое при исчезновении признаков метастатического поражения лимфатических узлов в результате системной неодивантной терапии и при любом объёме операции на молочной железе. Противопоказания Н2 и Н3. Радионуклидный метод поиска сигнальных лимфоузлов является в настоящее время наиболее широко распространённым. Флуоресцентный метод поиска не уступает радионуклидному методу по диагностическим возможностям, может использоваться при беременности. Немножко разная тактика при Н0 и Н1 с последующей элиминацией метастазов лимфатических узлов. В первом случае при отсутствии метастазов или наличии только микрометастазов или изолированных опухолевых клеток в сигнальном лимфоузле не рекомендуется выполнять лимфоденоктомию. При наличии макрометастаза рекомендуется выполнение лимфоденоктомии первого или первого и второго уровня. В случае с элиминацией метастазов, имевшихся в лимфатических узлах, рекомендуется забор не менее трёх лимфатических узлов, включая ранее маркированный метастатически поражённый узел. При отсутствии метастазов в сигнальном лимфатических узлах не рекомендуется выполнять лимфоденоктомию. При наличии макрометастазов или микрометастазов в сигнальном лимфатическом узле рекомендуется выполнение лимфоденоктомии первого или первого и второго уровней. Теперь по поводу различных стадий болезни. Первая стадия болезни — протоковая карцинома инситу. Возможно выполнение органосохраняющих операций при стандартных условиях, удаление всей зоны внутри протокового роста опухоли, с достижением чистоты краёв резекции с запасом не менее 2 мм и формирование молочной железы приемлемой эстетической формы. При выполнении органосохраняющей операции не рекомендуется выполнение подмышечной лимфоденоктомии и биопсии сигнального лимфатического узла. Рекомендуется интероперационная маркировка ложа опухоли для проведения в последующей лучевой терапии с использованием буста на ложе опухоли. При невозможности выполнения органосохраняющей операции или невозможности проведения дополнительной лучевой терапии или по выбору пациентки может выполняться мастектомия. В случае выполнения мастектомии при наличии технической возможности показана биопсия сигнального лимфатического узла. При отсутствии такой возможности не рекомендуется выполнение подмышечной лимфоденоктомии. Мастектомия может выполняться как без реконструкции, так и с первичной реконструкцией. После мастектомии адъюантная системная терапия и лучевая терапия не рекомендуется. При классическом варианте дольковой карциномы ин-ситу, диагностированной на основании корбиопсии или эксцезионной биопсии, рекомендуется проведение мер профилактики развития инвазивного рака молочной железы либо наблюдения. При плеоморфном варианте дольковой карциномы ин-ситу всем больным рекомендуется выполнение эксцезионной биопсии для исключения инвазивного рака и протокового рака ин-ситу. При обнаружении элементов опухоли по линии резекции рекомендуется повторная резекция для достижения негативных краёв. Рекомендуется проведение мер профилактики развития инвазивного рака молочной железы либо наблюдения. Что-то зависло. Так вот, болезнь Теджета, соска, нулевая стадия. В этой таблице приведена частота рецидивов после выполнения органсохраняющих операций. И основная информация заложена в самом последнем столбце. Здесь представлена частота рецидивов в молочной железе в год, в процентах. Как мы видим, первые четыре варианта лечения сопровождаются неприемлемо высокой частотой местных рецидивов. Там, где частота рецидива 0,8% в год, — это исследования группы рака молочной железы и ОРТСИ. Мультицентровое исследование, где анализируются судьбы о больных, критерии включения которых были следующие — отсутствие опухоли в молочной железе, чистые края резекции и внутрепротоковый компонент, который стелится от соска, протяжённостью не более 5 сантиметров. Как видим, при сохранении таких условий частота местного рецидива в год вполне приемлема. Последнее наблюдение, несмотря на то, что оно имеет небольшую прослеженность, только в среднем 2,5 года, подчёркивает значение выполнения магнитно-резонансной томографии молочных желез для оценки степени распространённости рака ПЭДЖИТа. Чрезвычайно важно иметь такую оценку при планировании. Это что-то зависло, я не могу перешагнуть дальше. Да, по поводу вот этой вторая часть, касающаяся рака ПЭДЖИТа. В большинстве случаев не рекомендуется органно-сохраняющая операция, рекомендована мастэктомия. Она может быть как с реконструкцией, так и без реконструкции. Если есть возможность, то нужно, конечно, делать и диопсию сигнального лимфоузла. В каких случаях можно думать о проведении органно-сохраняющей операции? В случаях отсутствия узла в железе, отсутствия инвазивного рака, протяжённость внутрипротокового поражения не более 5 см. Предоперационное обследование должно включать МРТ-сконтрастирование в обязательном порядке и, естественно, достижение частоты краёв резекции не менее 2 мм. Первичный операбельный рак. Первая стадия. Рекомендуется выполнение органно-сохраняющих операций. Органно-сохраняющая операция, её стандартные условия. Это чистота краёв резекции, дальше формирование молочной железы приемлемой формы и проведение лучевой терапии. Рекомендована маркировка ложа опухоли металлическими клипсами. При невозможности выполнения органно-сохраняющей операции или невозможности проведения дополнительной терапии или по выбору пациентки мастектомии, которая может быть с первичной реконструкцией. Показана биопсия сигнального лимфоузла. Будьте добры, перешагните на следующий слайд. Я не могу. У меня не получается. Да, теперь назад. Первичный операбельный рак молочной железы. Вторая стадия. Здесь рекомендован дифференцированный подход в зависимости от молекулярного подтипа опухоли. При люминальном А и люминальном Б и ХР2-негативном подтипах рекомендуется оперативное лечение под этим же принципом, как изложено для рака молочной железы первой стадии. При относительно крупной первичной опухоли и невозможности выполнения органно-сохраняющей операции рекомендовано проведение неодиуантной системной терапии и выполнение органно-сохраняющей операции при достаточном сокращении размеров опухоли. При тройном негативном и ХР2-позитивных подтипах на первом этапе рекомендуется проведение системной терапии. Владимир Фёдорович в своём сообщении он показал, почему так предпочтительнее делать и какие позитивные перспективы в дальнейшем могут получить эти пациентки, если у них не достигнут полный морфологический регресс, они могут дополнительно получать системную терапию. Перед началом неодиуантной терапии рекомендуется маркировка краёв резекции, краёв опухоли внутри тканевыми металлическими клипсами или хотя бы накожная обрисовка контура опухоли. При наличии технической возможности выполнения в последующем диапсии сигнального лимфоузла рекомендуется маркировка метастатического лимфатического узла металлическими клипсами. После неодиуантной терапии рекомендуется оперативное лечение по таким же принципам, как изложено для ракомолочной железы первой стадии. Пожалуйста, дальше. Да, здорово. Третья стадия — первичный иноперабельный рак. Первым этапом лечения рекомендовано проведение системной терапии. Если нет отёка кожи или внутрикожных сателитов, больные могут иметь перспективу органосохраняющей операции. Перед началом неодиуантной терапии рекомендуется маркировка краёв опухоли или накожная обрисовка контура опухоли. После проведения системной терапии при положительной оценке операбельности рекомендуется выполнение оперативного лечения. Это может быть как органосохраняющей операции, так и маскектомия, в том числе с первичной реконструкцией. Дальше, пожалуйста. Больным с исходными признаками опухолевого поражения лимфатической системы кожи, такими как отёк кожи или внутрикожные или подкожные сателиты, рекомендуется выполнение мастектомии с широким исечением кожи. Выполнение органосохраняющих операций, кожесохраняющей мастектомии или подкожной мастектомии не рекомендуется. Возможно, выполнение первичной реконструкции. Рекомендовано выполнение подмышечной лимфоденоктомии первого-второго уровня. В случае отсутствия эффекта от системной терапии предоперационной или недостаточности такого эффекта не рекомендуется выполнение оперативного лечения. Показано проведение лучевой терапии предпочтительнее в сочетании с компонентом системной терапии, которая может быть гормонотерапия, таргетная терапия или химиотерапия. После такой терапии вопрос об операбельности рассматривается повторно. Пожалуйста, дальше. Первично диссиминированные рак молочной железы, четвёртая стадия. Основное значение, конечно, имеет системная терапия. Удаление первичной опухоли с чистыми краями резекции рекомендуется в случаях метастатического поражения костей и наличия ответа на системное лечение. Возможно выполнение мастектомии или органосохраняющей операции. Полезность подмышечной лимфодиноктомии не доказана. Хирургическое удаление единичных метастазов из головного мозга рекомендовано при условии контроля экстракраниальных метастазов. Технические трудности и особые случаи. Мультифокальный или мультицентричный рост опухоли. Органосохраняющая операция возможна при условиях удаления каждого из фокусов опухоли с достижением чистоты краев резекции и формирования молочной железы приемлемой эстетической формы. То же самое касается распространённого внутрепротокового роста, который можно оценить по наличию патологических микрокальцинатов или по характеристике МРТ. Расположение опухоли близко к соску или за соском. Органосохраняющая возможно, в том числе и с удалением сосково-эролерного комплекса и последующей реконструкцией молочной железы, например, по гризотте. Распад опухоли. Такая ситуация несёт угрозу кровотечения и инфекционных осложнений, особенно вероятных при проведении химиотерапии. Рекомендуется выполнение палеотивной мастектомии при любой стадии рака. Целью операции является устранение осложнений опухолевого процесса, а не радикализм. Технически это может быть простая мастектомия или мастектомия с большой грудной мышцей плюс-минус удаление доступных метастазов. Беременность. Первый триместр. При первично-операбельном раке решение пациентки сохранять беременность рекомендовано оперативное лечение в объёме мастектомии с лимфоденоктомией первого или второго уровня. Если у пациентки Н0 и есть возможность сделать биопсию сигнального лимфового зла по рецептным методам, это можно сделать. Если такой возможности нет, то даже при Н0 нужна подвышечная лимфоденоктомия. Проведение химиотерапии, гормонотерапии, таргетной терапии, лучевой терапии не рекомендуется. Во втором и третьем триместрах возможно проведение адъявантной химиотерапии. Проведение гормонотерапии, антихер-2 терапии, лучевой терапии рекомендуется только после родоразрешения. При раке третьей стадии в первом триместре беременности адекватное лечение с охранением блага невозможно. Михалыч, дополнительное время 3 минуты уже истекает. Потихонечку. Да, намек ваш понял. Спасибо, Руслан Маликонович. При раке третьей стадии и первом триместре беременности адекватное лечение невозможно. Нужно прерывать беременность и лечить по общему плану. При втором и третьем триместрах при первичном операбельном раке рекомендовано оперативное лечение в объёме органосохраняющих операций или мастектомии. Также возможно выполнение биопсии сигнального лимфоузла с флуоресцентным методом. Возможно проведение неадъявантной и адъявантной химиотерапии. Так, всё, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok